Все, что не портится и пригодится в хозяйстве. Участие в акции по сбору гуманитарной помощи Эмма Садоева принимает уже не впервые. Жительница Самары приносит сахар, макароны, консервы, теплую одежду и обувь. Военные, они же для нас стараются, защищают нас, нашу страну. Мы все-таки Россией живем и граждане России, поэтому все пытаемся, соседи тоже очень многие помогают. Новогоднюю акцию, целью которой является поддержка военнослужащих, участников специальной военной операции и их семей развернули вблизи муниципальной ярмарки на пересечении Киевской-Тухачевского. Жители города могут приобрести здесь угощения, которые в последующем будут переданы защитникам Отечества и членам их семей. Кроме того, у нас на задней стенке шатра установлен пресс-вол, на фоне которого все желающие могут также записать поздравления с наступающими праздниками нашим военнослужащим для дальнейшей передачи. Активное участие в сборе гуманитарной помощи принимают и волонтеры. Данила Дрожжин уже помогал вынужденным переселенцам, а сейчас разъясняет жителям Самары, какие продукты нужно собрать, чтобы отправить их военнослужащим и их семьям. Люди приносят различную еду, книжки разных жанров. Они также спрашивают, что надо еще принести. Я говорю, что какой продукции надо. И главное, что продукция не была просроченная. Сельскохозяйственная ярмарка на пересечении Киевской-Тухачевского открылась в августе прошлого года. Специалисты профильного департамента отмечают, что она востребована и пользуется успехом у покупателей. Торговые ряды организованы в современных каркасно-тентовых конструкциях круглогодичного типа, оборудованы системами поддержания комфортной температуры. Общее количество мест на масштабной торговой точке – 180, причем 130 из них функционирует круглый год, а 50 – выходные дни. Ярмарка работает с четверга по воскресенье с 8 до 20 часов. Акция по сбору гуманитарной помощи продлится до 8 января 2023 года. Ольга Павлова, Николай Сидоров, События.